Привет, друзья! Я рад, что вы снова на нашем канале. Сегодня тема будет немного неожиданна, в принципе, даже и для меня она немного неожиданна, и возникла она в результате общения с моими дайверами. В результате наших общений выяснилось, что некоторые, казалось бы, элементарные основные правила дайвинга или какие-то основные понятия люди просто забывают. Как сказал мой дайвер, удивляться тут нечему. Мы не используем это в повседневной жизни, и ныряя один раз в году, а то и реже, очень легко забыть эту информацию, которой просто не пользуешься. И, опять же, его идея была, как бы по его подсказке, мы решили сделать такую краткую выжимку из основных правил и принципов дайвинга, ну и основные какие-то понятия, какие-то основные законы и самые важные моменты, которые, в принципе, нужно знать любому дайверу. Это видео может быть полезно не только дайверам, но также тем, кто, в принципе, собирается стать дайвером, кто интересуется дайвингом. Понятно, что опытные дайверы, люди постоянно ныряющие, не найдут здесь абсолютно ничего нового, но это видео и не для них. Итак, господа опытные дайверы, это видео не для вас, поэтому можете спокойно закрывать это видео. Ничего нового интересного вы здесь не услышите, а вы, господа новички и те, кто только интересуется дайвингом, добро пожаловать на наш канал, подписывайтесь, потому что на нем вы найдете очень много нужной и полезной для вас информации и, в принципе, очень много информации о дайвинге и о путешествиях и погружениях в различных точках мира. И о чем же это видео? Начнем мы с правил дайвинга. Я как бы постараюсь кратко изложить 10 основных правил и принципов дайвинга. Ну что ж, приступим. Так, первое основное правило дайвинга – всегда дыши. Почему? Почему нельзя задерживать дыхание именно в дайвинге? Первое. Если вы задерживаете дыхание, когда вы погружаетесь, воздух, который находится в ваших легких, начинает сжиматься, объем легких уменьшается и альвеолы, в принципе, могут даже сликнуться, вызвав коллапс легкого. Это, конечно, возможно только если у вас есть какие-то определенные заболевания легких, но от этого никто не застраховывает. Поэтому не задерживайте дыхание во время погружения. Второе. Когда вы всплываете, если вы задерживаете дыхание, а воздух в легких начинает расширяться, так как давление падает, и это грозит баротравмой легких и разрыву альвеол, что тоже ничего хорошего для вашего здоровья не представляет, и всплыв на поверхность и плеваться кровью, ну, наверное, не самая лучшая картинка, не самое лучшее ощущение. Поэтому, если вам нечем вдохнуть и не у кого взять газ, чтобы дышать, то начинайте выдыхать и всплывать. Нет возможности вдохнуть, выдыхай и всплывай. Второе правило. Продувайся. Что значит продувайся? Продуваться – это значит выравнивать давление в области внутреннего уха и в пазухах с давлением окружающей среды. Когда вы начинаете погружаться к атмосферному давлению, добавляется гидростатическое давление, которое на нас оказывает вода. И погружаясь, давление увеличивается, давит на барабанную перепонку, и она прогибается, и растягивается, и появляются болевые ощущения. Чтобы выровнять давление, так как регулятор нам подает газ под давлением окружающей среды, то есть, соответственно, если мы выровняем давление во внутреннем ухе с внешним давлением, у нас перепонка встанет на место, болевые ощущения пропадут. За выравнивание давления отвечает, вернее не за выравнивание, а канал, который соединяет нашу носоглотку с внутренним ухом, называется и встахивая труба. И по умолчанию он закрыт. Для того, чтобы его открыть, нужно приложить небольшие усилия. Вы должны прекрасно знать, как осуществляется продувка. Если не знаете, то есть, если вы вообще не давер, вообще полный новичок, или только собираетесь стать давером, то все очень просто. Вы зажимаете нос, да, зажимаете двумя пальцами нос и выдыхаете в нос. Делаете выдох, рот, естественно, закрыт, пытаетесь сделать выдох в нос. При этом у вас в ушах происходит такой звук, можно сказать, такой пш-ш-ш, как бы, да. То есть мы загоняем повышенное давление в область среднего уха, открывая и встахивая трубу. Когда надо продуваться? Я очень рекомендую первый раз продуться еще на поверхности. Почему? Этим самым вы создадите небольшой запас избыточного давления, который вам поможет на первом метре. Да, то есть вы продулись и начинаете спуск. На первых трех метрах я советую продуваться на каждый выдох. То есть каждый выдох у вас происходит с зажатым носом, чтобы выровнять давление. Дальше, чем вы глубже погружаетесь, тем реже вам приходится продуваться. Помните, что продуваться надо до того, как вы почувствовали уже неприятное ощущение в ушах, надо продуваться до того, не доводя уже до растяжения барабанной перепонки. Потому что если она растянется, уже будут воспаления, потом дайвер выходит, говорит, ой, мы что-то плохо слышим, ой, у нас уши болят, дайте нам капли. Вот, то есть потом приходится уже лечить последствия растяжения. Продувайтесь до. Чем глубже вы погружаетесь, тем реже вам надо будет продуваться. Естественно, когда вы достигли максимальной глубины, продуваться уже вам больше не надо. И на всплытии продуваться вам тоже больше не надо, потому что давление выравниваться будет уже автоматически. Избыточное давление в среднем ухе будет само открывать и встахиваю трубу, и излишки будут выходить у вас наружу. Продувайтесь. Не ждите болевых ощущений. Действуйте на опережение. Третье правило дайвинга. Погружаясь, не забудь выдыхать в маску. Для чего? Когда вы погружаетесь, маска содержит, ну, на поверхности, естественно, под маской, у вас точно такое же давление, как и снаружи. И ничего не происходит. Маска удерживается только силой натяжения стропы. Когда же вы начинаете опускаться, газ сжимается, и маска начинает присасываться к лицу. Внешнее давление увеличивается, и оно давит на маску. Тем самым возможно получение баротравмы. Но если вы выдохните под маску, воздух, который вы получаете из регулятора, вы уравняете давление, и у вас не будет баротравмы. Очень часто это случается именно с новичками, которые забывают выдыхать под маску. И вот эти вот ужасные фото с дайвинга, с кровавыми глазами, да, и с надписью, как я чуть не ослепла, когда погружалась в Египте. Это все как раз от незнания и непонимания этого момента. Еще сразу про маску. Очень многие новички поначалу пытаются сильно натянуть стреп маски, да, оголовье, чтобы маска как можно сильнее прижималась к лицу. Тем самым они думают, что избегут, будут, как бы, минимизируют возможность попадания воды в маску. То есть маска не будет затекать. Скажу вам, что это правда только от части, и от очень небольшой части. На самом деле маска затекает совсем не из-за того, что стропа не натянута. Поверьте мне, достаточно, чтобы стропа только придерживала маску, на вашем лице. Все остальное сделает за вас разницу в давлении, которое все равно будет прижимать маску к вашему лицу. А маска затекает по одной простой, по нескольким, вернее, простым причинам. Первое, то, что у вас могут просто попасть волосы под обтюратор маски, да, ваши мимические морщины, да, то есть когда вы какую-то делаете, вы просто можете улыбнуться, образуются мимические морщины, по которым вода будет затекать. Причин много. Вот, например, у мужчин небритость, да, то есть вы не побрили усы, не подбрили, да, у нас полного прилегания обтюратора не возникает кожи, и водичка потихонечку затекает. И если вы затянете ту же, то вы получите просто механический обжим лица, то есть у вас останутся рубцы. Также это затрудняет процесс естественного выдыхания под маску. Поэтому не затягивайте маску. И при погружении не забывайте выдыхать маску носом из ритка. Четвертое правило. Пейте воду немного, но часто. Очень часто инструктора во время брифинга или гиды говорят, что дайвер должен пить много воды. И многие, опять же, понимают, это неправильно. То есть наливается полный стакан или выпивается сразу полбутылки воды, это не имеет эффекта. На самом деле из этой воды будет усвоена очень небольшая часть. Большая часть просто вызовет у вас желание сходить лишний раз в туалет. Почему надо пить много воды? Дело в том, что большинство случаев ДКБ у дайверов связаны именно с обезвоживанием. В жарком тропическом кливоте, когда температура воздуха очень высокая, дайверы сильно потеют и теряют влагу. Происходит обезвоживание. Далее. Воздух в баллонах у нас искусственно осушен. Для того, чтобы избежать коррозии баллонов. И, соответственно, когда мы им дышим, наш организм вынужденно его увлажняет, потому что дыхание сухим воздухом вызывает раздражение легких. Соответственно, дайвер теряет влагу. Чтобы восполнять потери влаги, надо пить. Что надо пить? Пить желательно воду, можно пить соки, но очень нежелательно пить все напитки, которые содержат кофеин. А это колы, кофе, крепкий чай, зеленый чай содержит много кофеина. Дело в том, что продукты, содержащие кофеин, они являются мочегонными средствами, что также повышает дегидрацию. Так же, как и алкоголь. Баночка пива не повышает гидротацию организма. Она вызывает также мочегонный эффект. Пиво вызывает мочегонный эффект. Ну и мы теряем влагу. Поэтому дайвер должен пить. Он должен пить часто и понемножку. То есть нормальная процедура, нормальная процедура для дайвера носить с собой бутылочку воды и периодически из нее понемножечку отпевать. Вот тогда мы достигаем нормальной гидротации организма. Не забывайте пить воду. Пятое правило. Солнце. Берегись солнцем. Солнце не только друг, но и враг. Помни, что находясь под прямыми солнечными лучами, ты можешь получить тепловой удар. Ты можешь получить гипертермию. Это может привести к очищению пульса, головокружению, тошноте, потере ориентации. Согласитесь, это совсем не те симптомы, которые нужны дайверу, особенно перед погружением. Если вы ныряете и вы уже одели свой гидрокостюм, который препятствует нормальному теплообмену, наоборот, сберегаете пол, пожалуйста, всегда находитесь в тени. Иначе вы получите тепловой удар. И дайвинг для вас может просто на этом закончиться. Помни, место дайвера в тени. Шестое правило. Всегда помни, что воздух в баллоне не бесконечен. И для того, чтобы не возникла ситуация, когда дышать нужно, а нечем, пожалуйста, не забывай проверять свой остаток газа, показания манометра, не реже, чем один раз в пять минут. Также помни, что воздух нужен не только тебе. Он может понадобиться твоему напарнику, который по тем или иным причинам остался без воздуха. Помни, что запас газа должен быть достаточен не только на твое всплытие, а как минимум на всплытие тебя вместе с напарником. Седьмое правило как раз касается напарника. Дайвинг – это все-таки командный вид отдыха. И команда состоит как минимум из двух человек. Вы и ваш напарник. Когда ты погружаешься под воду, помни, что твой напарник может спасти твою жизнь. Он может поделиться газом, которого у тебя вдруг не оказалось. Он может помочь выпутаться из сетей. Он может просто поддержать. Он может помочь тебе подняться на поверхность, если у тебя возникли какие-то проблемы. И твой напарник рассчитывает на то, что ты точно так же окажешь ему такую же помощь. Поэтому твой напарник – это самый важный человек для тебя под водой. Помни о нем, а также помни, что помощь может потребоваться не только ему, но и тебе. Восьмое правило – это правило, что делать, если ты потерял напарника. Правило – это очень простое. И ему следует следовать неукоснительно, чтобы не возникало никаких проблем ни у тебя, ни у напарника. Если ты потерял напарника, то минуту стой на месте и осмотрись во все стороны. Посмотри вниз, вверх, направо, налево, вокруг, везде. Возможно, ты увидишь пузыри от напарника. Возможно, ты увидишь своего напарника. Если ты не увидел напарника, то через минуту начинай всплытие и жди его на поверхности. Потому что он уже наверняка тоже ждет тебя на поверхности. Если следовать этому правилу, то никогда не произойдет ситуация, когда вы потеряли напарника и не смогли его найти. Девятое правило – не ныряй, когда болеешь. Очень важно отдавать себе отчет в том, что любые заболевания, особенно простудные, могут обостриться тогда, когда вы подвергаетесь действию повышенного давления и когда температура окружающей среды ниже, чем та, которая комфортна для вас. Учитывая то, что теплопроводность воды высокая и организм намного быстрее охлаждается в воде, очень важно никогда не нырять с простудой. Чем это может грозить? Ну, во-первых, то, что простуда может усилиться, и вы в итоге получите воспалительный процесс, который может блокировать ваши пазухи. Также повышенное отделение мокрот может сказаться на том, что часть попадет в ястахивую трубу и вызовет ее блокировку во время всплытия, что опасно в ситуации, так называемый, обратный блок, когда вы не можете выровнять повышенное давление во внутреннем ухе. Очень болезненная процедура, и сделать вы тут ничего не сможете, потому что продувка здесь ничего не решает. Поэтому не ныряйте, если вы болеете, особенно если вы простужены. Особое внимание хочу уделить применению медицинских препаратов во время погружения. Действие препаратов при повышенном давлении может отличаться от того действия, которое они оказывают на поверхности. Фактически это может выразиться в повышенном эффекте воздействия этих препаратов, что, как вы понимаете, может иметь отрицательные последствия, чем положительные. Потому что это может быть равносильно увеличению концентрации этого препарата. Далее. Препараты, которые призваны снижать симптомы простудных заболеваний, сосудосуживающие препараты, те же капли в нос, их время действия на поверхности и под водой сильно различаются. И то, что капли, которые могут действовать в течение нескольких часов на поверхности, под водой могут действовать несколько минут. И сами понимаете, что с вами произойдет, если во время вашего погружения действие препарата кончится. У вас вернется отек, и у вас будет блок, у вас заблокируются пазухи, и вы будете испытывать сильные боли при всплытии. А также вы можете получить обратный блок. Поэтому применяйте очень аккуратно любые лекарственные препараты во время погружения. Обязательно посоветуйтесь со своим врачом, если у вас есть предписание от врача принимать какие-то препараты. Обязательно посоветуйтесь, не вызовут ли негативного воздействия эти препараты при повышенных давлениях. И обязательно исключите из применения сосудосуживающие препараты во время погружения. Итак, десятое правило дайвинга. Одно из важнейших правил. Это скорость всплытия. Ну и скорость погружения тоже. Скорость всплытия. Чем она важна? Наверняка на курсе вам рассказывали об эффекте Кока-Колы. Вы помните, да, если бутылку Кока-Колы открыть медленно, когда будет медленный перепад давлений, ничего не происходит, маленькие пузыри, ничего не закипает. Если же бутылку Кока-Колы открыть резко, то происходит пенообразование. Собственно, то же самое и происходит с нашей кровью при резком смене давления, так как она во время погружения была насыщена газом, которым мы дышали. Поэтому, помните, скорость всплытия 10 метров в минуту. Да, если у вас есть компьютер, он вам всегда подскажет, потому что на нем эта скорость всплытия наверняка выставлена. И он будет сигнализировать, если вы будете всплывать слишком быстро. Скорость аварийного экстренного всплытия 18 метров в минуту. Но что делать, если нет компьютера? Есть один такой достаточно верный ориентир. Это ваши пузыри. Всегда всплывайте медленнее, чем всплывают ваши пузыри. Тогда вы наверняка останетесь вне зоны риска и будете всплывать с нормальной допустимой скоростью. Немножечко про скорость спуска. Рекомендованная скорость спуска 20 метров в минуту. Да, можно спускаться быстрее. Но быстрый спуск, он может выступить катализатором для азотного наркоза. Поэтому не стоит без каких-либо особых причин, объективных, спускаться быстрее, чем 20 метров в минуту. Так вы избежите как баротравмы, так и повышенного риска азотного наркоза. Есть еще одно правило, которое в принципе не является правилом дайвинга, но оно во многих сферах на самом деле работает. Это правило называется «не жадничай». Что я имею в виду? Не жадничай в смысле «не экономия». Если ты хочешь научиться дайвингу, то надо понимать, что дайвинг – это вид активного отдыха, который связан с определенными рисками. Если ты будешь учиться у человека, который не в совершенстве владеет языком, который ты досконально понимаешь, то могут возникнуть недопонимания. И эти недопонимания в дальнейшем могут привести к серьезным проблемам. Поэтому выбирай учителя, выбирай инструктора, который является носителем понятного для тебя языка. Того языка, который ты сам досконально понимаешь. Желательно родного своего языка. Второе. Выбирая дайвинг по цене, с большой вероятностью ты попадешь в ситуацию, когда или уровень услуг будет очень низким, либо снаряжение, которое ты получишь, будет максимально изношенным. Ничего не бывает просто так. Низкая цена обязательно чем-то обоснованным. Либо на тебе экономят, а в любом случае экономят только на тебе. То есть никто из работников дайвиндустрии не будет экономить на себе. В первую очередь сэкономят на тебе. Тебе дадут самого дешевого гида, которому надо платить мало, потому что он, откровенно, плохой работник. Мало знает, мало умеет. Его не взяли в других местах, потому что он там не нужен. А взяли здесь, потому что его можно мало платить. Снаряжение, которое уже отработало столько лет, что его давно списать в утиль пора, а тебе выдадут его в прокат. Лодочка будет вся раздолбанная, разваливающаяся. Таких вещей можно описать множество. Еще ни разу в своей практике я не сталкивался с такой ситуацией, когда самое дешевое предложение на рынке было качественным. Всегда, всегда в этом предложении заложены какие-то подводные камни, которые, собственно, и объясняют, почему самая дешевая это цена на рынке. Итак, об основных правилах и законах дайвинга мы поговорили. Теперь давайте немножечко поговорим о тех знаниях, которые у вас должны быть всегда в голове, когда вы занимаетесь дайвингом. Первое. Это какое давление, под каким давлением вы находитесь. Давление на поверхности 1 атмосфера. На нас давит наш атмосферный столб. Под водой каждые 10 метров добавляют нам еще одну атмосферу. То есть каждые 10 метров глубины еще одна атмосфера. Соответственно, давление на 15 метров у нас какое? 2,5 атмосферы. Правильно? То есть одна атмосфера воздушная и прибавляем еще на одну атмосферу на 10 метров, которые приходится, и еще пол атмосферы, которые приходятся на 5 метров. То есть на 15 метров 2,5 атмосферы. Дальше. Объем воздуха в баллоне. Частое вопрос. Сколько воздуха в баллоне? Объем можно мерить в литрах. Сколько воздуха в баллоне? Это может быть ответ как 200 бар, 210 бар. Также и количество литров. Количество литров узнать очень легко. Объем баллона. Допустим, у нас баллон 12 литров. Умножаем на давление 200 бар. Получаем 2400 бар. 2400 литров объем воздуха в этом баллоне. Этот объем, естественно, доступен на поверхности. Как вы понимаете, под водой мы дышим под давлением окружающей среды, и давление у нас там выше, да, и, соответственно, потребляем мы воздух кратно этому давлению. То есть нормальное потребление воздуха обычного дайвера на поверхности это 20 литров в минуту. На тех же 15 метрах этот размер возрастет в 2,5 раза. То есть на 15 метрах вы потребляете 50 литров в минуту. Это поможет вам рассчитать, в принципе, а на сколько у вас хватит воздуха. Не точно, приблизительно, но, тем не менее, уже можно посчитать. Далее. Пределы. Для любительского дайвера. Для дайверов, которые прошли курс, будем говорить так, начальный курс обучения, когда они получили первый свой сертификат самостоятельного дайвера, который может называться Open Water Diver или просто дайвер. Это 18 метров. Даже если на вашем сертификате написано 21 метр, то поймите, что во всех дайв-центрах вам скажут, что ваше ограничение 18 метров, потому что именно эту цифру используют большинство ассоциаций. Для дайверов уровня Advanced Open Water Diver, или там две звезды второго ранга дайвера, они могут погружаться на глубину до 30 метров. Даже если на сертификате написано 40 метров, все равно вам скажут, что вы ограничены глубиной 30 метров. Чтобы погружаться на 40 метров, вы должны пройти специализацию DIP. Это общепринятые правила. Они не являются законом, но, скорее всего, вы столкнетесь именно с такими ограничениями. Следующее. Максимальное значение парциального давления кислорода для дайвера. Надо помнить, что максимальное значение равно 1,6 атмосферы. Рекомендованное парциальное давление кислорода для погружения – 1,4 атмосферы. Именно по этому значению мы с вами рассчитываем и подбираем дыхательную смесь. В нашем случае, в случае дайверов начального уровня – это NITREX. Если вы прошли курс NITREX, то вы знаете, что вы можете его использовать. И выбрать смесь с содержанием кислорода вам поможет именно эта цифра. Основываясь на 1,4, мы планируем либо свое погружение, либо заказываем смесь под свое погружение. Дальше. Что нужно и важно знать каждому дайверу? Это признаки и симптомы ДКБ. Так как ДКБ – это одна из самых серьезных проблем, с которой может столкнуться дайвер во время погружений, надо досконально знать все симптомы этого заболевания. Давайте начнем с самых легких симптомов и постепенно будем переходить к самым тяжелым симптомам. Итак, самые легкие симптомы проявления ДКБ – это кожная форма ДКБ. Она характеризуется зудом кожи. У вас, как бы, вы начинаете почувствоваться. Либо пятнами на коже, так называемая мраморная кожа, своего рода кровоподтеки. Далее. Следующие симптомы – это покалывание в суставах, в костях, в кончиках пальцев, легкие анеминия. Следующие симптомы – это проблема с вестибулярным аппаратом, потеря ориентации. Далее могут быть боли в костях, в суставах. И уже наиболее тяжелые симптомы – это паралич или судороги. Эти симптомы надо знать. И если вы столкнулись с проявлением каких-либо из этих симптомов, то лучше сразу считать, что это ДКБ и начинать действовать. Потому что, если вы ошибетесь, ничего страшного не произойдет. Но если вы не будете действовать, то симптомы могут ухудшиться. А как действовать? Основные правила действия при ДКБ. Правила оказания помощи. Первое, что нужно сделать – это обеспечить пострадавшему дыхание чистым кислородом. Это основное, что вы можете сделать. Далее, что вы можете сделать. Вы можете поместить его в комфортные условия. То есть, если на улице жарко, то его надо переместить в тень. Если холодно, то его надо раздеть, согреть. Снять мокрое снаряжение, дать сухую одежду, завернуть его. Далее. Очень важно собрать данные. То есть, спросить данные дайвера элементарно фамилию и имя, откуда, кто он и что он. А дальше очень важный пункт – наличие аллергии на какие-либо препараты. Потому что дайвер, если у него ДКБ, он может дальше потерять сознание. И медики, которые прибыли для оказания помощи, могут просто не знать, что у него аллергия на какие-то препараты, и могут действовать неэффективно. Ну и дальше можно, естественно, просить, что произошло, то есть, почему произошло это, как происходило погружение, на какую глубину, как всплывало. То есть, собрать какую-то информацию. Да, забыл сказать, что перед этим, то есть, после того, как вы дали дайверу дышать чистым кислородом, надо сразу вызывать службу спасения. Потому что, если у человека есть симптомы ДКБ, самостоятельно, в полевых условиях, вы практически не сможете ему оказать помощи. А время играет против вас. Поэтому быстрый приезд медиков – это его шанс на спасение, ну или на более короткое и дешевое лечение. Дальше, что вы еще можете сделать после того, как собрали информацию? Вы можете сделать очень простую вещь. Вы можете помочь дайверу тем, что будете обеспечивать его жидкостью. То есть, надо сделать напиток, который поможет ему разжижить кровь и, соответственно, который поможет лучшему выводу инертных газов. Такой напиток сделать очень легко, на самом деле. Достаточно взять просто теплую воду и немножечко добавить в нее соли. Есть готовые напитки, продаются в аптеках. Называется этот готовый напиток, как правило, регидрон. Доступен. На многих лодках он всегда есть. По сути, это тоже солевой такой сбалансированный напиток с набором солей и минералов. Если дайвер без сознания, то ему, естественно, вопрос провести не удастся. Но в любом случае, вы должны постоянно наблюдать за состоянием его здоровья. Если у дайвера отсутствует дыхание и пульс, то надо делать искусственное дыхание и сердечную, то есть, СЛР, сердечно-легочную реанимацию. Если вы не умеете, очень плохо. На самом деле это важно, потому что ваше умение делать это может помочь вашему напарнику. А умение вашего напарника может спасти вас. Поэтому, в принципе, навык нужный в повседневной жизни, особенно если вы занимаетесь каким-то видом спорта или активного отдыха, который связан с повышенным риском. А на этом я, в принципе, заканчиваю, потому что все основные моменты мы с вами рассмотрели. Если вы хотите что-то добавить, вы можете всегда написать это в комментариях. Задавайте свои вопросы, мы с удовольствием вам ответим. А также подписывайтесь на наш канал. Ну и до новых встреч. Всегда будем рады вас видеть.